консольная версия игры позволяет нам опробировать алгоритм научиться программировать но в консоли может играть только разработчик для того чтобы простые игроки могли играть наши игры необходимо разработать ее визуальную часть или интерфейс для этого может быть использован раз различный подход и в python принято использовать всевозможные дополнительные модули мы будем создавать как я уже сказала в версии поэтому будем использовать модуль bottle есть более профессиональные и популярные модули которые активно используются но модуль bottle который мы выбрали был выбран неспроста нам посоветовал это сделать наш эксперт о нем мы скажем в конце нашего курса и мы убедились в том что для начала мы можем использовать его вполне эффективно он простой легко устанавливается не требует каких-то серьезных знаний но позволяет делать вполне неплохие их функциональные в приложении такие как наша игра в данном случае но для начала мы пересохраним файл пускай у нас останется консольная версия игры нам придется немного переделать код я думаю вы догадываетесь для этого выделим этот файл выберем файл с и здесь в имени добавим просто например дефис вы лучше писать по-английски русские имена конечно можно использовать но это очень плохая практика профессиональном программировании поэтому приучаемся писать английскими буквами оставляем галочку открыть в редакторе нам нужно будет работать этим файлом и нажимаем ok файл сохранился здесь же и смотрите у нас вкладочка с предыдущим файлом и вкладочка с новым файлом принципе предыдущий файл можно закрыть чтобы он нам не мешал при необходимости мы его всегда сможем открыть но и для того чтобы было интереснее я сейчас покажу как работает в версии игры да и понятнее станет как мы будем что делать но детали мы рассмотрим уже следующих частях вы пока не сможете играть его версию поскольку вам предстоит ее сделать вот у меня в браузере открыта игра здесь я сделала красивый заголовок это можно сделать еще более красиво но степ-бай-степ как говорится я более развернуто я сделала введение и предлагаю игроку начать если он нажмет нет то просто он останется на этой же страничке если нажмет да то ему предлагается дальше двигаться по ходу игры и вот в отличие от консольной версии уже у нас вот он приближается к пещере и так далее и так далее и предлагается ему выбрать например выберем первую происходит обработка и нас съели давайте сыграем еще раз но еще раз выберу единичку очень хочется попасть дружу дружелюбному дракону но пока не получилось буду настойчиво выбирать единицу и вот пожалуйста огромный дракон рад поделиться с нами своими сокровищами я не хочу больше играть нажимаю нет нет благодаря за игру это опять же можно сделать более красочно и разнообразно и так я думаю стало понятно как работает в версии игры и в следующей части мы приступим к ее реализации